Ненастье добралось до населенных пунктов юга острова ночью 6 августа. Осадки не прекращаются уже почти сутки. Ливневые системы в областной столице не справляются с потоком. Пешеходные зоны и проезжая часть больше напоминают бурлящие реки. Больше всего водой затопило улицы Чехова, Ленина, Комсомольскую и Коммунистический проспект. Однако жители города не спешат отменять свои дела. А рабочий день никто не отменял. Некоторые добираются до места назначения на автомобиле, другие же пешком, преодолевая препятствия. В начале недели Хагупит нанес удар по Китаю. Еще до вторжения тропического циклона из прибрежных районов эвакуировали 200 тысяч человек. Меры предосторожности оказались не лишними. Сразу в двух провинциях после ливней машина уносила бурными потоками. Тайфун приостановил движение поездов и отменил более 400 авиарейсов. На остров Монстр пришел, растеряв мощность. Однако ожидается, что уже к вечеру 8 августа уровень рек на юге Сахалина поднимется почти на метр. Говорят, что будет волна. Вот сейчас только мне приятель написал нам в моем походном чате, что волна будет где-то с сахутской стороны 3 метра. Но не знаю. Думаю, что Бог нас милует, как всегда. И он пройдет стороной. Мне любая погода хороша. В моем возрасте, мне не равен час 67, мне главное одеться по погоде. И чтоб с неба камни не сыпались. Все. Все остальное ерунда. В планировочном районе Луговое и селе Троицком зафиксированы перебои с электроснабжением. Из-за обрыва электропередач возможны отключения и в других населенных пунктах. В этом году лето не балует островитян. Ветреная и дождливая погода на юге острова уже стала привычной. В этом году прямо ужасная погода. Может быть, потому что у нас сейчас мало зелени. Раньше же город-то маленький был, и сопки рядом. А сейчас, видимо, все это. Ну да, то лето было лучше. Это что-то вообще мы в этом году лета не видели. Мы надеемся на август и на сентябрь. По прогнозам синоптиков, ненастья отступит в ночь на 9 августа. Сильные дожди могут прийти в Углегорский район, но его они затронут меньше. Владимир Ильин, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ.